Меня зовут Наталья Лукьяненко, как уже представила меня Наташа Нинзорова, я, значит, постоянный участник бизнес-класса и профит-клуба, и уровень у меня 6%. Пришла я в Арифлейн в 2008 году. Для того, чтобы покупать только продукцию для себя, не хотела я и не собиралась ни кому ничего не продавать и строить бизнес тоже. Мне нравилась продукция Арифлейн, которую я пользовала с 2001 года, покупала ее у консультанта Арифлейн, но потом мне как-то стали очень нерегулярно приносить в каталоги, и я решила по предложению моей знакомой сама заняться, то есть покупать для себя эту продукцию. Итак, в 2008 года я покупала для себя, как я и решила, я вначале покупала только для себя, потом у меня появились первые клиенты, потому что увидели, что у меня есть каталог, и им тоже нравилась продукция Арифлейн, и они стали покупать у меня. Сейчас у меня много клиентов, которые покупают у меня продукцию, не скажу, что каждый каталог они покупают, но заказывают постоянно. Поэтому и у меня вот получается, что получаются большие заказы. У меня есть маленькая команда, два человека, но они очень нерегулярно делают заказы, поэтому я их не тороплю, не покупаю для себя. Ну, раз решили покупать для себя, пусть покупают для себя. Для себя решила так, что если будут люди, которые захотят именно заниматься Арифлейн, то, пожалуйста, я буду им помогать и рассказывать то, чего знаю сама. А за это время, как я, Борис Луэн, я уже узнала много. Вот сейчас приятно удивила Наталья, что новое что-то там будет. Это всегда интересно. Ну, сегодня я вам расскажу, во-первых... Так, расскажу вначале вам про продукцию Веллэк. Веллэк. Это очень хорошая, уникальная продукция, которая появилась у нас в 2009 году. Ну, как и ко всему новому, я к ней относилась очень осторожно. Но у нас проходили встречи, нам рассказывали много, я купила диски, посмотрела, как она разрабатывалась. И решила ее попробовать. Первое, что я попробовала, это был коктейль. Коктейли вначале были двух видов, со вкусом ванили и вкусом кузнуки. Прочитала про них и увидела, что они содержат только натуральные ингредиенты в оптимальных соотношениях, что позволяет контролировать уровень сахара в крови и обеспечивать организм всеми необходимыми питательными средствами. Коктейль содержит три чистых источника протелина, и их сочетание обеспечивает организм всеми необходимыми аминокислотами, которые жизненно необходимы нам. Также коктейль содержит клетчатку из сахарных свекл, шиповника и яблок. А вы знаете, что клетчатка, она хорошо как бы разбухает в желудке, наполняет его, и те, кто занимается снижением веса, им этот коктейль полезен очень. Выпив его за полчаса до еды, вы уже потом, а порция, она 150 граммов всего составляет, содержит очень немного калорий, вы потом намного меньше съедите, ну, то, что там, например, обед или ужин. Поэтому это очень полезный продукт. Мне нравится очень коктейль с шоколадом, он появится позднее, я его пью с молоком, я не занимаюсь снижением веса, поэтому я его просто пью как, ну, типа в виде перекусов, принимаю. Но больше всего мне из молокусов, конечно, нравится молокиспэк. Это такие коробочки, вы их видели, наверное, вот я вам покажу, так, наверное, видно там, да? Вот, в них, в каждой коробочке 21 вот такой пакетик. Тут все, что нужно на целый день. Во-первых, таблеточка витаминов и минералов, две капсулы рыбьего жира омега-3 и капсула астаксантина. Раньше она была только один астаксантин, сейчас еще к ней добавлено эстрачерники. И вот этот пакетик раз в день. Это все натуральные продукты. Я даже не знала, когда начала его, решила его попробовать, принимать, даже не знала, что он действительно будет так полезен. Вот я сейчас вот перед тем, как готовилась к вебинару, к этому, я так посчитала, сколько же у меня, ну, таких улучшений произошло после того, как я начала принимать. Начала его принимать где-то в 2009 году летом. Вот насчитала пять улучшений. Отвучивать их не буду, я так, я не суеверная, но, знаете, когда говорят, ну, вот не говорить ничего, так ничего не потеряешь. Вот так же и я. Не буду рассказывать, но скажу, что очень много в смысле здоровья. Здоровья для здоровья. Хотя я раньше его принимала не регулярно. Когда-то забывала его заказать, то забывала его принять. Ну, вот так вот. Но сейчас я его принимаю регулярно, потому что у меня оформлена подписка, и всегда стоит у меня эта коробочка на столе, и я уже знаю, что в обед, после обеда, во время обеда нужно принять вот этот пакетик витаминов. Что еще дает подписка? Не только то, что я регулярно принимаю эти витамины, но и то, что я их покупаю дешевле. Потому что вот коробочка стоила 990. Сейчас я посмотрела, она вот с третьего каталога уже стала 1020 рублей для вестибьюторов. А с подпиской мы получаем три коробочки по этой цене, а четвертая нам приходит бесплатно. Поэтому, конечно, это очень выгодно. У меня сейчас три человека. Извините, забываю немножко, рассказываю. Ой, нету. Вот так. Спасибо, Наталья, за подсказку. Ну, я рассказала, что оно содержит. И он, конечно, во-первых, он полностью безопасен. Да, это астаксантин и рыбий жир считаются биологически активной добавкой. Но это все натуральное. Астаксантин добывается из водорослей, рыбий жир из рыб морских. Все это чисто, экологически чистые продукты. Ну, а витамины, таблеточка витаминов и минералов, ну, вы знаете, витамины, я думаю, все принимали, поэтому знаете, что это такое. Он не задержит никаких искусственных красителей, бычьего и свиного желатина. Произведен он в Швеции и с возвращающими стандартами, то есть соблюдены все стандарты. И вы знаете, кто вот общался, ну, что-то принимал, и с шведского производства вы знаете, что шведы не такие очень. Ну, можно им доверять их качеству. А если вы хотите снижать вес, то целесообразно употреблять велос на постоянной основе, чтобы получить значительный и стабильный результат. Он дает еще и снижение веса, если покупать регулярно. Вот, видите, сейчас я вам покажу следующий. Видите, тут вот можно покупать подписку, оформлять на велос, как женский, так и на мужской, на коктейли. И вот тут написано, 25% скидку получаете. То есть 3 вы покупаете, 14 вам приходит бесплатно. У меня сейчас 3 подписки. Да, вот сейчас Наталья правильно пишет, что сейчас подписки на Wellness Pack нет. Но мы думаем, что она будет, потому что вот у меня спрашивали, хотели еще подписаться, но не подписались. Дают витамины? Ну, витамины как? Витамины полностью обеспечивают. Во-первых, омега-3. Наталья спрашивает, чтобы я вам рассказала. Ну, омега-3. Это, во-первых, укрепляет иммунитет, омега-3. Потом астаксантин, это же борьба с радикалами свободы. И давайте я вам подвешну обратно. И вот так. Так, у меня там не туда усло. Снова верну слайд обратно. Ну, видите, все тут написано, что он дает. Да, вот Наталья вам все написала. Да, и сосуды, и кожа делает лучше. И помогает, да, сосудам кровеносным, чтобы они были более эластичные. Вообще говоря, что Wellness Pack это красота изнутри. Нельзя быть красивой, если вы пользуетесь косметическими средствами, если вы, ну, болеете. Конечно, больной человек никогда не может быть красивым и наружу. Никого никогда не красит. Wellness Pack помогает быть. Вот я его принимала, сейчас у нас тут и на работе, везде, все кашляли, чихали. Ну, вот я не хотела говорить, но пока все нормально. Не было у меня ни одного, как говорится, ни надморка, ни чихания, ничего не было. Что-то плохо перелистывается. Все перелистнулось. Так, еще что меня попросили рассказать, это про ароматы. В Рифлэме очень много ароматов, как для женщин, так и для мужчин. Ну, вот если честно, то я не очень спец по этим ароматам, поэтому, чтобы рассказать клиентам, и чтобы они могли выбрать аромат, я всегда использую пробнички. Вот когда начинается новый каталог, я эти пробнички смотрю, какая туалетная вода там есть, и складываю в пакетики. В пакетике складываю один, там женские, например, ароматы, в другой пакетике мужские ароматы, и ношу всегда их в сурочке. Если кто-то желает приобрести какой-то аромат, и хочет ознакомиться с ним, я им просто достаю этот пробничек, и они пробуют, иногда бывает, там им помажу на руке, знаете где, да, можно мазать на запястье, можно на локтевом сгибе, вот, и они некоторое время, бывает, походят, посмотрят, ведь аромат должен раскрыться, и потом приходят, выбирают. Если клиент собирается попробовать несколько ароматов, неплохо бы иметь с собой, ну, какой-нибудь маленький такой баночку с дёрдами кофе, потому что если, чтобы другой аромат понюхать, нужно обязательно вначале подержать свой нос над баночкой с кофе. Вот. Консультанты, которые приходят новички в Арифлейм, они могут купить целый набор этих пробников, и давать своим клиентам, это очень удобно. У меня сейчас, я когда пришла, у меня был этот набор, но сейчас там, конечно, многие туалетные воды, уже много появилось, очень много туалетных вод, поэтому, когда появляется новая туалетная вода, я обязательно её покупаю, чтобы дать клиенту обязательно попробовать эту новую туалетную воду. Ну, для неё, какие для женщины есть, это цветочная, цитрусовая, восточная, шип, вот, а ароматы для него цветочные, древесные, ароматические, восточные. Часто вы, наверное, кто уже не, уже покупал продукцию рекламы, знаете, что бывает знаменитости, рекламируют эти туалетные воды, так, например, туалетная вода мужская от Димы Билайна была, потом от Евгения Плющенко, а женская туалетная вода это Дени Мур недавно была очень неплохая, хорошая водичка, мне она понравилась, Ани Лорак. Ну, вот, из туалетных вод мне лично нравится туалетная вода Люсия, нравится туалетная вода, вот сейчас лучше стал аромат Джордани Болт, как-то мне вот лежнее не очень нравилось, такая резковатая была, а сейчас такая очень даже хороший аромат, А так, мои консультанты чаще всего приобретают, ну, женщины в основном, конечно, больше женщины берут, хотя и мужчины берут, но больше женщины, значит, Эмитма очень нравится им, Митсамер, вот, еще какие, туалетные, вот Люсию берут очень хорошо водичку, вот такая, митсамер, ну, и, конечно, также, есть каталог продукции, вот вы видите ароматы Арифлейн, они тут показаны, какие, с какими нотами, ну, вот, и показывая своим клиентам, можно им помочь подобрать эти ароматы, и, ну, вот, вот, я вам сказала, что они могут быть цветочные, древесные, ароматические, восточные, ну, для мужчин тоже есть ароматы, которые можно им тоже подобрать. Так, как рекомендовать продукцию Арифлейн, ну, конечно, первым делом это показывать каталог. Каталог это как витрина в магазине. И показывая каталог, вы тоже должны подготовиться к его показу. То есть, у вас должен быть наклеена ну, там, стикер или еще что-то, или какая-то у меня, я наклеиваю на каталог такой листочек, четверть, А4, где написано мои данные, и также написано, что клиенты должны внести туда. то есть, там, код, страницу обязательно указать, потом количество и цену, что они хотят приобрести. И обязательно отписать туда и свои данные, то есть имя, фамилию, телефон. и каталог надо тоже уметь покатывать. Рассматривая каталог, я могу вначале, я знаю, что клиент уже хорошо знаком с каталогом, а те, кто меня часто берут, они уже даже и знают, что им надо, они уже ждут каталог и уже целенаправленно его смотрят. А если это новичок, и если он еще не пользовался продукцией Риквейн, очень полезно посмотреть с ним вместе каталог. И я так и делаю. Сажусь вместе с человеком, с этим человеком смотрю каталог и объясняю. И, конечно, выясняю, а что бы они хотели из этого каталога приобрести. Но вначале некоторые из них просто просматривают весь полностью каталог. То есть мы иногда приходим в магазин и тоже детки нас бывает спрашивают, что вам нужно. Я иногда вот этого не люблю, когда мне спрашивают, что вам нужно. Я иногда сама не знаю, что мне нужно. Вот давайте я посмотрю, а потом я выберу, что мне нужно. Также точно и в каталоге. Я разрешаю посмотреть его полностью. Иногда даже оставляю его этот каталог, чтобы человек спокойно посидел и посмотрел в спокойной обстановке. А потом, когда прихожу снова до каталога, я могу еще с этим человеком посидеть и посмотреть, и рассказать что-то, выслушать вопросы, которые он мне задаст, и ответить на эти вопросы. После этого я предлагаю ему записать заказ, когда он его выберет. Иногда прихожу уже у человека и записываю вот на этом листочке заказ, а иногда бывает, что нет. Они говорят, а мы хотим еще с вами посоветоваться. Вы знаете, мне это нравится, что человек, значит, они мне доверяют. Сколько у меня каталогов в работе? Ну, у меня каталоги по-разному бывают. Иногда я беру пять каталогов. Бывает, мне их не хватает. Вот, когда очень был большой спрос, это вот новогодние были, даже после новогодние были. У меня было десять каталогов в работе, но я их показываю очень большому количеству людей. Я даю каталог, потом, как бы, забираю, снова даю. Я иногда, бывает, за каталогный период охватываю человек 30, человека 30 каталог, я эти показываю. Вот сейчас тоже уже много. Кого-то показываю к первому каталогу, кто-то не успел, посмотрели, значит, показываю позднее и делаю уже потом второй заказ. Но каталог я показываю многим клиентам. Чем, вообще-то, больше каталогов, тем больше количества людей. Если у вас есть большее количество людей показать, то, пожалуйста, покупайте каталоги, если вам еще нет времени как бы часто ходить и собирать каталоги, значит, раздали, и день какой-то потратили, раздали, потом через какое-то время прошли и их собрали. Ну, а я так вот делаю, раздаю каталоги, я, например, раздала 10 каталогов, потом через какое-то время ходила и собрала. Иногда бывает, работаю с эти каталогами. Я смотрю, иногда вижу, что мне их не хватает, значит, я их или снова заказываю, или покупаю в офисе. Вот, прихожу всегда, если я прихожу знакомым, значит, я им тоже спрашиваю, хотите посмотреть новый каталог, если я прихожу к незнакомым людям, которые меня ни разу не убрали, я их спрашиваю, вам приносят каталоги Арифлейм. Если говорят, что приносят и им не нужен каталог, значит, я благодарю их и ухожу. Если же они говорят, что им не приносят каталог, я предлагаю посмотреть. Чаще всего люди не отказываются, потому что продукция Арифлейм наслышана, и я знаю, что это продукция очень хорошего качества и недорогая косметика, поэтому берут и смотрят. Конечно, очень часто бывает так, может быть, и вы с этим столкнетесь, приходишь и приносишь, когда первый раз, посмотрят и могут ничего не заказать. Даже могут второй раз ничего не заказать, но когда приходишь несколько раз и человек уже знакомится, лучше знакомится, а потом обитательно, конечно, заказывают. Но бывает, что с первого раза не заказывают. Посмотрят, поблагодарят и говорят, что им пока ничего не нужно. Но это не значит, что они никогда больше ничего не заказывают. Я прихожу снова и снова, и если спрашиваю, что, а привезти вам следующий каталог, и если они говорят, да, приносите, значит, я прихожу и приношу. И потом все равно человек что-то заказывает. Вот. После того, как я получаю заказы, я потом или звоню, и мы встречаемся где-то с человеком. Если бывает иногда, я им приношу домой, бывает они ко мне приходят домой по продукции. И потом обязательно спрашиваю, если человек чем-то попользовался, в следующий раз при встрече я обязательно спрашиваю, понравилась ли ему эта продукция, подошла ли она ему, понравилась ли, чем понравилась. И после этого, ведь я же не могу всю продукцию сама попробовать. Поэтому я потом вот эти отзывы использую в работе своей, когда человек другой что-то хочет купить, а я этим не пользовалась, я таким говорю, я этим продуктом не пользовалась, но вот пользовался там у меня например клиента моя, и она вот у него такие отзывы были. То есть это очень хорошо. И человек уже ну уже решает купить ему продукцию или не купить. Так, вот видите, я сказала, что вот литрина, то есть каталоги. Можете иногда в каталоге вкладывать какие-нибудь закладочки, какие-то еще что-то, чтобы вот на что-то обратить внимание, может быть, на какие-то новинки. Потому что вот когда каталог я приношу, я обязательно обращаю внимание на новинки, которые появились в каталоге, обращаю внимание на акции, которые проводятся, когда надо что-то купить, чтобы получить какой-то продукт с большой скидкой. И людям это нравится. Я не скажу, что все, но многие вот пользуются этим и покупают эти продукты. продукты. Вот. И значит, чтобы вам было легче продавать, конечно, нужно изучать продукцию. Я раньше, я вот не знаю, сейчас как бы вот не очень, а раньше у нас проводились очень часто в том офисе были школы по продукции, поэтому я их посещала, потому что мне хотелось узнать о всех продуктах Арифлейн. Вот. Очень стараюсь много брать для себя. У меня пользуется вся семья пользуется продуктами Арифлейн. И поэтому я очень много могу рассказать из своего личного опыта. Какая продукция, как ее правильно употреблять. И еще для своих клиентов, вот иногда же нет времени рассказывать всем о каком-то продукте, поэтому я, у меня есть свой сайт, где я на нем пишу о продукции Арифлейн. Там несколько рубрик есть, пишу где-то о продукции, просто о самой продукции, где-то пишу в рубрике, например, секреты красоты, я пишу, как пользоваться правильно продукцией. И когда, если человек меня о чем-то спрашивает, я ему, у меня есть такие визиточки, я им даю эту визиточку, где написан адрес моего сайта. И они заходят на этот сайт, читают и из этого сайта подчеркивают информацию. Когда я начинала работать по Арифлейнам, я, конечно, ни в каком сайте не думала, меня вдохновила Наталья Низорова, она в интернете показала нам, что можно работать еще и в интернете, и я решила попробовать, думаю, почему бы и нет, почему бы и не попробовать. Вот сейчас, после того, как я закончу говорить, я вам адрес своего сайта выложу в чат, и вы, кому будет интересно, посмотрите. А сейчас на этом я свое выступление заканчиваю, передаю слово Ирине, и если будут у кого-то какие-то вопросы, потом в чате напишите, я отвечу сегодня. Спасибо вам за внимание.